Ботанический сад Казанского Федерального Университета посетили представители ботанических садов стран СНГ и городов России. Москвы, Уфы, Перми, Екатеринбурга и других. Все подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Специалисты, представители Бюро Совета Ботанических Садов России и стран СНГ собрались, чтобы посмотреть на сам ботанический сад Казанского Федерального Университета, ознакомиться с его деятельностью, коллекцией и, конечно, обсудить те вопросы и перспективные планы, которые возможно в данном направлении развивать. Конечно же, когда собираются такие специалисты в одном месте, это огромный опыт, который будет использоваться уже в дальнейшем для передачи нашим студентам, нашим коллегам и, конечно, для саморасвития. Региональный Совет Ботанических Садов Поволжья и Урала ежегодно проводит свои выездные сессии. Каждый год представители ботанических садов встречаются в одном из городов на базе ведущих ботанических садов региона. Председатель Совета Ботанических Садов Урала и Поволжья Зинур Шигапов приезжал сюда последний раз в 2011 году. По его словам, ботанический сад Казанского университета изменился в лучшую сторону. Резко увеличилось число коллекций. Сейчас более 1700 таксонов древесных, травянских растений и растений оранжерейных, то есть тропийские и субтропийские растения. Это уже хороший объем коллекций. С этой коллекцией можно проводить научные исследования. Это очень крупная, хорошая база для ведения полноценной образовательной деятельности, для просветительской деятельности. Много новых экспозиций созданы, дендрария хорошая, прянормитический сад, аптекарская коробка. То есть это все коллекции, которые напрямую работают и на научные исследования, и для работы студентов. А вот Светлана Денисова, старший научный сотрудник Южноуральского ботанического сада, отмечает работу персонала Казанского университета. В ботаническом саду Казань я первый раз поражена той работой, которую проделали сотрудники. Ожидали немножко меньшего, но результат, который мы сегодня увидели, нас просто поражает. Очень хорошо они пополнены коллекцией. Особенно важно то, что работают очень самоотверженные люди, которые полностью отдают себя своей работе абсолютно. Елизавета Никитина, Ленарда Влитьяров, Универньюз.